Доброе утро, дорогие телезрители! На календаре 7 декабря и сегодня в городе Якутске состоится 15-й республиканский фестиваль «Семья года». И сегодня будут чествовать семьи победителей различных республиканских конкурсов для семей, проведенных в этом году. Как одной из победителей стала семья Ворошниных из Алдана, которая в августе этого года одержала победу в республиканском фестивале «Ответственное родительство». И сегодня Наталья Ворошнина вместе с дочерью Дашей у нас в гостях, а также у нас в гостях Савва Михайлов, замминистра по делам молодежи и семейной политики нашей республики. Доброе утро! Доброе утро! Савва Анатольевич, ну, наверное, первый вопрос к вам, да? Что за фестиваль «Семья года»? Что будет сегодня? Ну, сегодня в республике мы отмечаем лучшие семьи республики. Действительно, сегодня в Доме культуры имени Кулаковского в 6 часов вечера будет большой праздник. Будем чествовать победителей наших конкурсов. Это семь основных конкурсов. Кочевая семья, семья Голдобина из Томпонского района. Это ответственное родительство Ворошнины из Алдана. Это многопоколенная семья. Это Кычкина из Мегина-Кангаласского, Хабарова из Якутска. Это сельская семья Васильева и Прокопьевы. Это молодая семья Кулешова из Мегина-Кангаласского, Филиппа из Сунтарского. Ну, 10 семей лучших семей. Вчера как раз Егор Афанач подписал распоряжение по премированию лучшей семьи. И мы в течение года провели несколько, ну, вот такие конкурсы и в разных форматах, и в очном этапах, и в онлайн-режиме тоже провели. Для чего это все проводим? Мы должны институт семьи развивать, популяризировать. Позитив мы должны распространить. А наши семьи, как они являются яркими примерами, яркими, очень активными семьями, да? Поэтому мы их должны показать не только республике, и в Российской Федерации. Я сразу хочу сказать, что фестиваль «Семья года» мы в Якутии начали еще в 2002 году. Вы уже отметили, в этом году это юбилейный. 15-й получается. Да, 15-й получается. И в этом году, ну, начиная с 16-го года, вот в Российской Федерации тоже проводится фестиваль «Семья года». И они открыто говорят, что мы приняли опыт Якутии, да? И, кстати, в этом году отметили семьи Ивановых из Намского, в прошлом году Жирковых из Хатасов, да? Поэтому наши семьи тоже активно участвуют в всероссийских конкурсах. И Наталья Петровна тоже. Я знаю, Наталья Петровна, вы съездили недавно, да, на Всероссийский форум приемных семей. Вот расскажите, что там было, где проходил этот форум? Ну, форум проходил в Измайловском. В Москве. В Москве, да. Обменивались опытом, делились своими позитивами. И, ну, каждая рассказывала о своих проблемах, были награждения также. Ну, сегодня мы еще знаем, что, вот как Саван Анатольевич сказал, вот состоится вручение премии, да, в сумме 300 тысяч, да? 300 тысяч. Это большая такая сумма колоссальная. Вот вы уже решили, да, с ребятами, с вашими, на что потратите деньги? Да, ну, поговорили тоже, как бы все согласились, что мы купим автомобиль, потому что дети тоже и спортом у нас занимаются, и музыкой, и надо, конечно, тоже куда-то отвезти, привезти, так же те же продукты, проблема. Поэтому мы вот решили, что потратим эти деньги. Я думаю, такое разумное. Приобретение автомобиля. Вы чувствуете, что такое ответственное родительство, вот как пример ответственного родителя? Да, вы победили вот в свое время вот в этом конкурсе. Ну, наверное, каждый родитель хочет, чтобы его дети не только получили образование в школе, но и в дальнейшем учились, получили уже более высшее образование, приобрели, чтобы потом и работу хорошую. Ну, и участвовали вообще в обществе, чтобы они умели в социуме себя находить, как бы быть нужными людьми. Я думаю, это самое важное для детей. А как вы думаете, Наталья и Даша, вот, да, вот чем вы поразили тогда вот на конкурсе, который проходил в августе, ответственное, да, родительство, вот, чем поразили жюри вот и стали победителями? Даша, как вы думаете? Ну, у нас выступала Тася, представляла нашу семью, она рассказывала о себе. И, да, я думаю, вот именно вот этим она задела жюри, то, что она рассказала свою жизнь, как она 15 лет живет уже в семье с самого маленького возраста. Наталья, а сколько у вас детей? Ну, уже сейчас 6, потому что за эти 15 лет работы у меня было 25 детей, которые даже просто на лето жили, временно помещали их, потому что мы сперва были как патронатная семья, только с 14-го года мы уже приемная семья. Да, и очень много детей были у нас, но сейчас остались 6, потому что уже трое выпустились, так было 9 постоянных. Есть у вас наверняка общее совместное семейное хобби, да? Да, мы с детьми любим маме часто делать подарки на всякие праздники, на Рождество, на Новый год, делать вот такие открытки, и все буквально делают своими руками. Угу. Открытки различные, да, и к различным поводам. Это 8 марта, и День матери, и просто так, да? Да. Они пишут и передают приветы, да, как наши телезрители. А я еще знаю, что в рамках этого фестиваля, Сава Анатольевич, сегодня будет выставка, да, проходите? Выставка, ага. А, что за выставка? Ну, выставка мы подготовим, и с 4 часов гости, жители города Якутска, в Доме Дружбы Народов имени Кулаковского, могут посетить 10 наших семей. Я забыл семью Николаевых из Амгинского района, они победили конкурс «Мама, папа, спортивная семья», и вот они все покажут свои достижения. То есть и открытки, и кто-то может что-то рисует, что-то там лепит. Да, хобби, увлечение, и в 6 часов уже будет вручение премии главы республики. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей программе. Наталья, я вас поздравляю с этой победой, с вручением премии. Приходите к нам в чаще.